Бывший сотрудник МВД России, получивший известность как инициатор преследования Алексея Навального, почетный полицейский Армении и по совместительству ведущий на Соловьев Live Сергей Корнаухов на своем телеграм-канале озаботился проведением мероприятий, посвященных 28-летию ликвидации почетного террориста Монтемил Коняна. Озаботился настолько, что переступил все дозволенные границы, сравнив день ликвидации международного террориста с днем памяти погибших во Второй мировой войне. Он пишет, 9 мая в России мы берем портреты наших дедов и идем с ними в бессмертном полку. Я предлагаю взять портреты всех, кто отдал свою жизнь за свободу Арцаха в Первой и Второй войне и 12 июня пройти двумя маршами. Один в Ереване, второй в Степанакерте. Без факелов, без лозунгов, без политики, со свечами. И назвать это безобразие Корнаухов предлагает маршем Монте. Чтобы острее ощутить всю абсурдность как самой инициативы, так и вышеупомянутого сравнения с бессмертным полком, рассмотрим Монте Мелконяна поближе. Мелконян родился в 1957 году в США. Ни обучение в университете Беркли, ни степень кандидата исторических наук, ни владение семью языками, все же не сделали из Монте достойного члена общества. Уже в университетские годы он увлекся радикальными идеями и ремеслом террориста. С 1978 года воевал в составе боевых армянских групп в Ливане. Участвовал там в гражданской войне на стороне право христианских формирований, в боевых действиях против израильских войск. На его счету также активное участие в боевых операциях курдских террористов против турецких войск и антишахские выступления в Иране. В начале 80-х Монте возрождает в Ливане армянскую террористическую организацию Асала и формирует ее политико-идеологическую платформу. А именно, Турция должна признать так называемый геноцид армян 1915 года, выплатить материальную компенсацию и возвратить армянам их так называемые исторические земли. На Карабахский фронт Милканян попал в начале 90-х. Он активно участвует в боях в Герамбойском, Шаумяновском районе. Затем его назначают командиром карабахских отрядов в Коджавенском, Мартунинском районе. Милканян – организатор и участник геноцида азербайджанцев в селе города Аглы и в городе Ходжалы, оккупации Лачина и Ахдара. Дальше был захват Кельбаджарского района. В первый же день операции по оккупации Агдама, 12 июня, Монте Милканян был уничтожен азербайджанскими войсками в боях за село Мерзели. Когда у общества нет героев, в них рядят подлецов. Герои Армении и ее идеологических соратников – яркий тому пример. Не успели отшуметь споры по вопросу памятника нацисту Горигину Нждэ по совместительству также герою Армении, как они принялись чествовать международного террориста и новое поколение сепаратистов, сложивших свои буйные головы во Второй Карабахской войне. Как в картину мира господина Корнаухова и ему подобных укладывается сравнение Дня Победы 9 мая и Бессмертного полка со скорбью по террористам, с поддержкой народа, который устанавливает памятники фашистскому приспешнику Нждэ. Сие тайна великая.